Доброго дня всем, кто смотрит нас. Сегодня в студии Блаковского репортера Оксана Шапкина. Разговор у нас пойдет о здоровье, поэтому, наверное, правильнее было бы сказать здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о коронавирусе. Он в последнее время является самым главным ньюсмейкером. Он же ставит перед нами массу самых разных вопросов. Ответов пока не так много. Но я думаю, что сегодня мы этот пробел непременно устраним. Сегодня у нас в студии заведующий Блаковской районной поликлиникой Александр Юрьевич Овсяников. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Юрьевич, говорим о коронавирусе, поэтому мы с вами в масках подаем положительный пример. Давайте не будем откладывать дело в долгий ящик. У Блаковцев очень много вопросов. В частности, немало вопросов и у работников Блаковского филиала акционерного общества «Апатит». И вот в частности такой. Я аллергик. Это отражено в детской медицинской карте с выписками из больниц, в которых я проходил лечение. Врач-терапевт отказал мне в выдаче медотвода от прививки. Прав ли доктор? Ну, во-первых, я хочу сказать всем здравствуйте и сказать, что действительно мы последние полтора года стали много говорить о коронавирусе. В наш лексикон вошло много новых слов, которых мы раньше-то, наверное, основной массы и не знали. Титр-антител. Теперь все стали экспертами. Сейчас это, наверное, самое ходовое уже выражение. Друг с другом люди, наверное, уже прежде чем поздороваться, наверное, спрашивают, а каков у тебя титр-антител, чтобы, так сказать, предпринять какие-то дальнейшие действия. Но, тем не менее, сегодня мы с вами в студии и действительно поговорим о насущных таких вопросах на сегодняшний день. И, конечно же, я готов ответить на все эти вопросы, которые вы сегодня подготовили. Хочу сказать, что в настоящее время мы работаем по тем нормативным правовым актам, документам, которые нам, так сказать, рекомендованы Министерством здравоохранения Российской Федерации. Эти нормативно-правовые акты и рекомендации, они, безусловно, постоянно меняются. Ну, всем нам понятно, что инфекция новая, и поэтому нарабатывается опыт буквально с колес. Все это анализируется и, так скажем, меняются подходы. Поэтому вот последняя редакция методических рекомендаций, она пришла к нам буквально накануне. Вот документ датирован 16 июля 2021 года. То есть это вот самые новые рекомендации, которые, так сказать, отражают то состояние дел на сегодняшний день. Что там, какие перемены? Ну, здесь, наверное, не столько перемены, сколько более, так сказать, детализированный подход к тем или иным состояниям, чтобы мы могли, так сказать, более дифференцированно подходить к различным ситуациям. Вот вы обозначили одну из ситуаций аллергической реакции, как вот тут обозначено в детстве. Ну, надо понимать, что все аллергические реакции – это что-то такое вот большое аморфное. На самом деле, они делятся там по нескольким классификациям, ну, по степени выраженности, например. И по, так сказать, тому агенту, к которому возникают эти аллергические реакции. То есть, если, например, у меня аллергия на кошку или на апельсины, не факт, что будет аллергия на вакцину? Абсолютно справедливая. А вдруг будет? Ваше замечание. То есть, аллергия, она выражается к реакции на конкретное вещество. Поэтому, когда, так сказать, при осмотре специалист, врач, фельдшер опрашивает, выясняет анамнез, он выясняет, прежде всего, аллергические реакции на предыдущее введение в вакцин. Вот эта информация, она наиболее ценна и важна. То есть, предыдущее введение вакцин и степень выраженности реакции. То есть, если это реакция в виде покраснения, ну, это одна история. Если это анафилактический шок и отек квинки, это уже другая история. Поэтому нельзя все вот сгребать в одну в кучу и, так сказать, апеллировать этим. Надо детально разобраться в каждом конкретном случае. И, то есть, ответ на этот вопрос, можно или нельзя, даст тот специалист, который проводит осмотр. А он, в свою очередь, будет руководствоваться рекомендацией Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но получается, что в нашем случае доктор был прав. Я думаю, что безусловно. Но куда же дальше идти пациенту? Выяснять, есть ли у него аллергия на вакцину? Я хочу сказать здесь одно. Все реакции необычные, они фиксируются в медицинской документации. То есть, если есть подтвержденные реакции, они задокументированы. Безусловно, это будет являться медицинским отводом. А как можно вообще судить о побочных действиях, если вакцина не изучена? Это, опять же, народ говорит. Ну, я бы уже на сегодняшний день так вот не сказал. Да, наверное, было время, когда, как я уже сказал, мы работали с колес. И, так скажем, опыта было мало. На сегодняшний день в городе Балаково более 38 тысяч человек получили вакцину. Это хотя бы первую дозу. Где-то вторая доза уже. То есть, закончили вакцинацию целиком. Или две дозы, это порядка где-то, ну, на сегодняшний день порядка 27 тысяч человек. То есть, это вот такие уже цифры. Это наш опыт. Если взять Саратовскую область, естественно, этот опыт больше. То есть, по Саратовской области уже больше 519 тысяч доз первого компонента введено жителям Саратовской области. Мы не видим каких-то серьезных осложнений. То есть, это уже наш опыт. Он вот, это те люди, которые прошли через наши руки. Да, возможно, реакция на тот же гамм-ковид-вак. Но это, так скажем, вакцина, которая больше известна под коммерческим наименованием спутник-фай. Так как эта вакцина векторная, в виде вектора выступает наш банальнейший аденовирус. Это ничто иное, как вот возбудитель того сезонного ОРВИ. И вот моя ручка – это вектор. Некий паровозик. Некий паровозик. К этому вектору цепляется часть вируса, а именно коронавируса. Прицепили. И вот этот весь, так сказать, паровозик, он заходит в организм. Но сразу хочу сказать, вот доза аденовируса, она строго определена. И этот аденовирус, он лишён той части, которая отвечает за размножение. То есть, он не может размножаться. То есть, он служит транспортером. Да, так как мы вводим, но всё-таки это аденовирус, да, он может вызвать кратковременную температурную реакцию. Именно на него реакция возникает. Совершенно верно. Не на то, что прикреплено. Это реакция на транспортер. Поэтому, ну, если он вызывает сезонное ОРВИ, то есть, он, да, может по определённых лиц вызывать кратковременную температурную реакцию. Но так как мы знаем, он размножаться не может, поэтому организм быстро его, так сказать, утилизирует. И на этом его роль, так сказать, завершается. А вот эта та часть, которая остаётся, она у нас служит антигеном, на который вырабатываются антитела специфические. То есть, вот так работает, в принципе, этот механизм. И откуда может быть эта реакция? Эта реакция может, ну, это приблизительно 5-7 процентов, как и реакция в виде боли в месте введения. Да, может быть там кратковременно какая-то болезненность. Вот вы сейчас нарисовали такой достаточно позитивный сценарий. Есть сценарий ещё один, когда человек всё это сделал, перенёс, потемпературил, и идёт проверяться на антитела, а антител нет. Такое тоже бывает. Да, да, конечно. Антител не бывает по той причине, что иммунная система у всех разная. И получается то, что, так сказать, у кого она более готовая к ответу, она активно вырабатывает эти антитела. У тех людей, у которых ослаблен иммунитет по определению, все мы знаем, что есть иммунодефицитное состояние, выраженное, они могут быть врождённое, приобретённое. Опять же, на этот фактор очень влияет возраст. Чем старше человек, тем, так сказать, мы меньше ожидаем у него иммунного ответа. Потому что у молодых людей иммунный ответ более яркий, выраженный. Поэтому, да, у определённого, так сказать, контингента, но это опять же, ну тоже порядка 5-7%, могут не вырабатываться антитела. Что делать в таких случаях? Проходит полгода, мы делаем вакцинацию другой вакциной. Если не видим опять результата, то это повод для, так сказать, серьёзного изучения иммунитета данного конкретного человека специалистами. Значит, у него есть, так сказать, особенность, ну совершенно верно, но она проявляется в виде вот такого определённого иммунодефицитного состояния. Следующий вопрос, опять же, про антитела. Хорошо, есть антитела у человека, зачем ему в таком случае делать прививку? Здесь опять есть несколько составляющих. Во-первых, мы должны понять, что не все антитела одинаково полезны. Нас интересуют прежде всего антитела, вирус нейтрализующие. Вирус нейтрализующие антитела, как мы их называем, это антитела к S-белку, спайковому белку, шипа коронавируса. Вот именно эти антитела, они, так сказать, первый рубеж обороны, и они наиболее, так сказать, участвуют в этой связке. А давайте на простых примерах слова. Антитела, да, то есть именно они выступают защитниками. Я знаю, что у вас есть более интересный пример. Есть пример, он очень наглядный. То есть если, так сказать, вот мы возьмём, ну две соседки встретились, да, вот одна говорит, идём, кстати, покажу, какой у меня клад есть. Она говорит, ну да, идём, покажешь. Клад это всегда интересно. Вот пришли в гости, она высыпает вот на стол целый вот мешочек там в ней, вот накопленный был клад, да, монеток. Ну а соседка смотрит, монетки-то. Одна там какой-то монгольский тугрик, да, где-то там японская иена, где-то, ну не знаю, канадский доллар, где-то ещё что-то. И вот из всей этой большой кучи вроде бы как бы денег, но только там находятся три наших российских рубля. Жизненно важные надо. Совершенно верно. Вот здесь, так сказать, соседка-то говорит, слушай, говорит, ну, ведь из этой кучи принести реальную пользу что-то может, только вот это одна монетка, а всё остальное, оно есть. Но в сегодняшней ситуации проку от всего клада мало. Ну, наверное, это вот в полной мере, так сказать, экстраполируется и на антигены. То есть они есть, но они неравноценны, неравнозначны в плане, так сказать, в борьбе с коронавирусом. Поэтому сказать вот, каков уровень, по большому счёту, этих антител, это вопрос ни о чём, потому что прежде всего надо говорить, каких антител. Разные лаборатории используют в своей рутинной работе различные типы тест-систем, которые настроены каждый там на свой антиген. Потому что разные фирмы делают, ну, каждому, вот сколько их там есть, 4-5 этих антител, они вот, каждому антителу есть своя тест-система. Коммерческие вот сейчас лаборатории, они в основном используют тест-системы, определяющие антител к белку N, к нуклеокапсидному белку. Мы используем тест-системы, которые определяют антител к S-белку спайковому, как раз вот эти вот вирусные нейтрализующие. В каждой тест-системе есть свои референсные значения. Они никак между собой... Нет, вот сейчас сложно для народа. Давайте попроще. Значения, но это условно та планка, которую принимают за единицу отсчёта. То есть всё, что ниже отрицательное, и всё, что выше положительное. То есть для одних тест-систем это там где-то единица. Всё, что ниже единицы, это отрицательное, выше положительное. Вы что рекомендуете? Другая тест-система. Планка там где-то это значение 50. Всё, что ниже 50 отрицательное, выше положительное. И причем разные единицы измерения. Когда мы начинаем сравнивать, так скажем, показатель, определенный на одной тест-системе, с показателем от другой тест-системы, это приблизительно то, что сравнивать кислое с зеленым. Как можно их сравнить? То есть из разной, так сказать, абсолютно области эти понятия, да? Поэтому и показатели эти меж собой, они никак не сравниваются, не коррелируют. Поэтому разобраться в этом, во-первых, может только специалист, который облагодает определенными знаниями по, так сказать, иммунологии. Поэтому со всеми вот теми исходными данными, которые есть у пациента, если он самостоятельно проявил инициативу и в какой-то лаборатории определил у себя количество антител, это надо обратиться к своему лечащему доктору, и только он может правильно интерпретировать эти результаты и сказать, так сказать, о необходимости вакцинации. Но сразу хочу сказать, последняя редакция вот этих методических рекомендаций, она нам говорит однозначно, что мы не смотрим на уровень антител, а смотрим только на временной промежуток, который прошел с момента, так сказать, того, как человек переболел или с момента, как он делал в предыдущий раз вакцинацию. Это какой должен период? Если проходит 6 месяцев, мы не смотрим уже на титр антител, мы делаем или вакцинацию, если человек переболел, или ревакцинацию, если он 6 месяцев назад прививался. То есть на сегодняшний день нет четко определенного какой-то вот опять же границы уровня, который бы сказал, вот антитела до этого уровня, они спасают, там вот что выше спасают, а что ниже. А дальше уже хубышка пустая. Для каждого человека эта планка своя. И как нам говорят сейчас, так сказать, те люди, которые анализируют ситуацию в целом, специалисты, да, кто этим занимается, нам важен максимальный уровень антител. Максимальный для каждого человека. Потому что, ну, опять же, надо понимать, есть еще такие несколько понятий, которые мы сейчас в наш оборот введем с вами. Это вирусная нагрузка, это одно понятие. А еще одно понятие, это штамм вируса. Вот, кстати, да, вопросов с этим связанных здесь. У моей кубышки немало. Совершенно верно, да. Вот первое, вирусная нагрузка, чтобы для понимания, что это такое. Вот когда мы с вами говорим, ну, не знаю, условно совершенно. У меня есть там некоторое количество антител. Ну, пусть будет это 100 антител. Очень важно, какова вирусная нагрузка. Несколько вариантов. Если поступает 50 вирусов, а у нас 100 антител. То есть 100 антител, они нейтрализуют эти 50 вирусов и, так сказать, заболевание не разовьется. Другой вариант. У нас есть те же 100 антител, но вирусная нагрузка, человек более тесно общался, там в замкнутом каком-то помещении непроветриваемом, в автобусе ехал. Да, без масок, совершенно верно. Самое главное, это быть вот, соблюдать определенные меры. Не соблюдал. Маску не надел, социальную дистанцию не соблюдал. И поступило 200 частиц вируса. Тогда, несмотря на то, что у него есть эти 100, вот эти 100 антител, они свяжутся ровно. Они связываются как ключ и замок. И нейтрализуют 100 вирусных частиц. А 100 вирусных частиц останутся, так сказать, тем материалом, который будет размножаться и, так сказать, свою вот эту патологическую систему выстраивать. И разовьется заболевание. Были же антитела? Были, но их недостаточно, чтобы нейтрализовать уже большое количество вируса при большой вирусной нагрузке. Это вот хорошо, когда ты сделал прививку против одного вида, одного штамма. Да. А тут вот бац, и приходит другой. Другой штамм. В настоящее время мы знаем уже, опять же, из открытых источников, уже до гамма штамма там дошли. Но в настоящее время в Российской Федерации самый распространенный, он наиболее передающийся, так скажем, штамм – это дельта. Так называемый индийский штамм. Вот чем он этот штамм, так сказать, отличился? Во-первых, как я сказал, он наиболее заразный. То есть один человек может заразить не 5-6 человек, как вот при предыдущем штабе, тот же уханьский штамм, а гораздо уже больше, в разы. Поэтому он и стал к сегодняшнему дню доминирующим. И здесь тоже надо понимать, что изменилось в этом штамме. Ну, меняется структура вируса. Ну, вообще, чтобы было понимание, что такое вирус. Вирус – это последовательность нуклеотида. Вот если ее представить, вирус – это как цеплянный бус. Каждая бусина – это нуклеотид. И если он в процессе передачи, эти бусины поменялись местами, это новый штамм вируса. Если они зафиксировались в таком положении и передались ряду поколений. Ну, вирус, он быстро размножается. При каждой передаче образуется, так сказать, новый вирус, он передается в следующую клетку. Ну да, скорость распространения, его размножение, она колоссальна. Поэтому если вот эта вот закрепилась случайная мутация, вот образуется новый штамм. Слушайте, а мы могли бы этот процесс остановить? Вот если бы все разом привились, вакцинировались, эти бусины не поменялись бы. Совершенно верно. То есть вот именно так работает это система? Видите, я вам про это не говорил, вы пришли к этому сами, да? По логике вещей именно вот это мы и ожидаем. Почему мы говорим о коллективном иммунитете? Вот этот коллективный иммунитет, это стена, которую не может преодолеть вирус. Но, как я сказал, он быстро очень передается. И когда он передается, он может мутировать, изменяться. Вот тогда он уходит из-под, так сказать, влияния этих антител. Поэтому, если у нас одномоментно не создалось вот этого, так сказать, нашего общего иммунитета, нет той достаточно иммунной прослойки, получается, вирус успевает адаптироваться. Он, в принципе, не заинтересован нас убить. Ему интересно жить в нашей популяции и передаваться из поколения в поколение. Поэтому, конечно, наверное, в конце концов мы все ожидаем, что он станет обычным нашим вот тем... Сезонным гриппом. Сезонным, ну да, каким-то заболеванием, которое мы, так сказать, вот без, так сказать, каких-то тяжелых последствий уже так привыкнув к нему, благоприятно переносим. Но вот в этом процессе мы сейчас на той стадии, когда вирус еще агрессивен. И мы теряем время. То есть, когда мы не прививаемся вот одномоментно в больших количествах, мы даем ему время на то, чтобы он приспособился к тем условиям, которые создались вот в какой-то конкретный момент. И он этим пользуется. Он этим пользуется, он этим меняется, он меняется. Он претерпевает определенные вот эти изменения, они у него фиксируются. Он становится другим. Поэтому, да, сказать, те люди, которые, опять же, занимаются аналитикой, изучением, они нам говорят, что при дельтштамме активность антител по отношению к вирусу, она снижается при дельтштамме. Но она остается на достаточно высоком уровне. Поэтому мы, опять же, и говорим, чтобы нам быть уверенным, что человек справится с дельтштаммом, вот с этим индийским штаммом, нам важно, чтобы у каждого конкретного человека было большое количество антител, то есть высокий титр антител. Чем их больше, тем больше шансов, что заболевание будет протекать не в развернутой форме. И мы видим, опять же, по статистике, по нашей Балаковской, по статистике Саратовской области, что у нас смерти в основном происходят, это непривитые люди. То есть, да, человек может быть привит, он может заболеть, как мы уже с вами разбирали, по количеству там вирусной нагрузки или что-то. Но, как правило, этих антител хватает, чтобы ослабить вирус, чтобы он не нанёс существенный урон организму. Даже при любом другом штамме. Совершенно верно. Да. Поэтому, но наиболее агрессивный вот этот вот дельтштамм, он требует высокого титра антител. Ну вот, знаете, сейчас многие нам скажут, да нас просто пытаются подсадить на иглу. Сейчас очень много по этому поводу разговоров. Дескать, вот сейчас нам эту прививку делают бесплатно, а потом, когда нас подсадят на иглу и создадут чуть ли не вирус иммунодефицита человека искусственно, я такую даже версию услышала, нам начнут эту вакцину продавать за деньги. Что на этот счёт скажете? Ну, мне вообще сложно даже, я как вот врач, мне сложно понять, вот термин подсадить на углу по отношению к вакцине. Мы, так скажем, живя в нашем обществе на протяжении уже многих-многих лет, слава богу, вакцинируемся от различных заболеваний. Все мы знаем, так сказать, да, бушевала там оспа, мы её победили. Был полиомилит, слава богу, мы его победили. Мы ежегодно сталкиваемся с тем же, так сказать, гриппом, мы вакцинируемся и от тех штаммов, которые, так сказать, определены в вакцине, она у нас, как правило, трёх-четырёхвалентная. То есть в неё входят всего где-то три-четыре штамма. Не от всего, конечно, гриппа там заложена, так сказать, информация, а вот именно от самых таких вот H1N1, то есть такие вот самые такие вирулентные штаммы. Поэтому, ну, мы же ежегодно применяем эту вакцину и не видим каких-то, так сказать, ну, не бывает привыкания к вакцине. Это как-то бы исключено. Поэтому, кто придумывает всякие эти небылицы, я не знаю, ну, это кроме как билетристикой, наверное, сложно как-то назвать. Ну, для какой-то художественной литературы там, для каких-то книг, где описываются какие-то апокалипсисы, ну, наверное, это там может быть тема для, так сказать, развития этой мысли. Но, чтобы сказать, это было хоть как-то, так сказать, накладывалось на нашу жизнь и на те достижения научной мысли, которые вот на сегодняшний день у нас есть, и, так сказать, они определены. Это даже вот сложно как-то это наложить. С научной точки зрения. Потому что это под собой не имеет никакого определённого, так сказать, базиса. А что скажете насчёт опасений молодых пар или вообще людей, которые в ближайшее время планируют рожать ребёнка, да, ну, вообще планируют ребёнка? У очень многих, я знаю, есть опасения, что вакцина может, ну, каким-то образом повлиять на репродуктивную систему. Ну, тут тоже сложно даже связь какую-то, это самое, понять, как может вакцина. Ну, хорошо, эти люди каждый день там, ну, не каждый день, я имею в виду, ежегодно делали вакцину от гриппа, там, от других вакцин. В принципе, никогда таким вопросом никто не задавался. Почему в данном конкретном случае возникает такой вопрос, ну, представить даже сложно. И хочу сказать, что опять же, вот вернуться к этим рекомендациям, которые обозначены, они нам чётко говорят те ситуации, которые обозначены как противопоказания и которые, так сказать, определяют состояние, когда, да, можно вакцинироваться. То есть, получается так, что тем той же вакциной, гамм-ковид-вак или спутник-фай, он, так сказать, этого вакцина может вводиться, ну, условно, с третьего триместра беременности. И никаких последствий, так сказать, не будет. Это подтверждено теми наблюдениями, которые уже прошли, вот, за тот период, когда вакцина находилась в гражданском обороте. Поэтому сказать, что есть какие-то последствия, ну, я не знаю, на что опираются, на какие научные факты люди, когда выдвигают такие гипотезы. Ну, давайте, давайте пошагово. Вот человек планирует, да, там, продолжить свой род. Вот в этих непростых ковидных условиях. С чего он должен начать, готовясь, вот, к материнству, к отцовству? Что нужно сделать? Помимо того, что, конечно, просто проверить своё здоровье, а вот если сделать акцент именно на вакцинацию, вот именно на эти вещи? Вы правильно сказали. Не только не проверить здоровье, а подготовить к себе, к этой высокой миссии. Есть понятие, это санация организма, то есть подготовка его к вот такой, очень, к такому непростому периоду, как, так сказать, репродуктивная функция. И, так сказать, да, это нагрузка на организм, безусловно, то есть любая беременность, там, на организм женщины очень сильно влияет, это дополнительная нагрузка. И порой там определенные органы системы, они работают, да, так сказать, из-за себя и ещё вот заболевшего ребёнка. Из-за того парня, либо не парня. Да, совершенно верно. Поэтому организм должен подходить к беременности подготовленным. Под подготовленным это санация каких-то хронических заболеваний, чтобы они были вне обострения, да. И один из этапов подготовки – это вакцинация. Всё-таки. Безусловно, потому что во время беременности организм женщины, мы же сказали, он испытывает повышенную нагрузку, он наиболее уязвим. Уязвим для инфекции. То есть мы видим, что, да, по Российской Федерации, если взять статистику, так скажем, смерти невакцинированных беременных женщин, они не единичны. То есть действительно есть смертность беременных женщин, непривитых. Потому что это вот, так скажем, неподготовленная женщина вступает в период беременности, и вирус делает своё вот такое чёрное дело. Отцу тоже вакцинироваться? Никак это не повлияет на его способности? Ну, ему надо вакцинироваться прежде всего, чтобы обезопасить себя, чтобы можно было спокойно смотреть в будущее и, так сказать, чтобы быть уверенным, что наступит завтра, а он встретит это завтра здоровым, молодым человеком, чтобы, так сказать, быть рядом со своей семьёй. Ещё такой вопрос. В Америке умирают люди от вакцинации. Почему российские вакцины лучше? Может, от нас что-то скрывают? То есть мы даже не можем поверить в то, что у нас что-то лучше может быть? Ну, сложно сказать, почему такое мнение, откуда там это самое, и кто там умирает, я не знаю, конечно, это надо, так сказать, обращаться к официальным источникам, опять же, верить можно только, наверное, официальной статистике, а не так, где-то кто-то что-то сказал, мало ли кто там где-то что-то сказал. Вы понимаете, дело в чём? Здесь очень такой вопрос не совсем определённый. Люди умирают и без введения вакцины. То есть это естественный какой-то процесс, который, так сказать, ну, в школе мы вот люди, у нас есть у каждого свой там отрезок, который мы вот живём, потом умираем. Ну, наверное, там, через какой-то промежуток времени нас вот, ну, не будет, будет другое поколение. То есть это какой-то естественный процесс. Поэтому, когда мы на этот естественный процесс накладываем вакцинацию и говорим, что вот это произошло вследствие того, ну, здесь надо опять, чтобы эту всё-таки ситуацию оценивали специалисты. Когда мы говорим вследствие того, мы должны действительно быть уверены, что эта вакцина именно привела, там, к смерти, да? Если это просто, так сказать, ну, к этому шло. Ну, совсем простой пример, условно, ну, не знаю, онкологическое пусть заболевание. Ну, серьёзное заболевание сердечно-сосудистой системы. Ну, получается так, если там четвёртая клиническая группа, да, когда, так скажем, человек заболевает, он умирает. От чего он умер? От онкологии или от, так скажем, вируса? Здесь вопрос очень такой, он дискутабельный. Потому что, ну, действительно, если он находится в этой клинической группе, условно, мы там с определённой вероятностью можем сказать, да, там, через такой-то промежуток смерть наступит. Ну, приблизительно та же ситуация с вакцинацией. Человек может иметь, так сказать, массу заболеваний, которые могут привести к смерти. То есть, независимо от того, вакцинировался он, не вакцинировался, ну, так жизнь устроена. На этот счёт я хочу сказать, вот, именно о периодах вакцинации для наиболее таких уязвимых групп, ну, как с заболеванием, вот, опять же, той же онкологии. Нам все, так сказать, руководства говорят, что надо использовать так называемый светлый промежуток времени. Что это значит? Ну, это значит тот период времени вне проведения курса химиотерапии, лучевой терапии и, так скажем, состояний, связанных с этим, с этими курсами, а именно, ну, состояние, там, лимфопении, нейтропении, лейкоцитопении. Ну, здесь, в общем-то, доктор должен, да, уже. Совершенно верно. Индивидуально. Ну, это снижение количества, там, форменных элементов, вызванной, вот, лучевой терапией, химиотерапией. Действительно, это, так сказать, серьёзные такие препараты, они вызывают разрушение форменных элементов. И в момент приёма этих препаратов или проведения, вот, химио-лучевой терапии, в момент снижения, вот, этих форменных элементов вакцинироваться не надо. Но надо использовать тот промежуток времени, может, между курсами, когда количество форменных элементов восстанавливается. Сюда же относится приём препаратов, которые подавляют иммунитет. Ведь есть очень много состояний, пересадка органов, когда гиперрогические реакции аутоиммунные есть. Когда человек принимает препараты, которые снижают у него иммунитет, ну, бессмысленно, условно, в этот период времени делать вакцину, там не выработаются никакие антитела, потому что препараты давят этот иммунитет. Просто нужно вдвоем внимательнее относиться, да, к своему здоровью. Мы знаем, что вот эти люди, они группа риска, и они должны знать, что задача не уйти от иммунизации, а наоборот использовать то время или перед операцией, перед какой-то там вот серьёзной операцией, чтобы иммунизироваться. Чтобы войти в ту же химиотерапию, в лучевую терапию, в операцию уже иммунизированную. Потому что, ну, когда организм ослабленный, ему нужна защита. Или не будет у него этой защиты, к сожалению, вирус может быть той последней каплей, которая перевесит эту какую-то там чашу весов. Баланс разрушит, и человек умрёт. Время идёт, и ковид-диссидентов становится всё меньше, но, тем не менее, есть ещё люди, которые в коронавирус не верят. Вот, в частности, один из таких вопросов. Почему правительство и чиновники наврут о статистике заболеваемости и вообще о статистике по ковиду? Соседка работает в больнице, и она рассказала, что ковидных больных единицы в основном лежат с пневмонией, сердечно-сосудистыми, гриппом и другими заболеваниями. И что сверху спускают распоряжение о том, какие цифры в статистику ставить. Что скажете по этому поводу? Ну, я хочу сказать, что даже сама фраза «одна соседка сказала», она, по-моему, уже говорит сама за себя уровень, так сказать, компетентности вот таких разговоров. Ну, тут даже комментировать что-то сложно. Мне кажется, вот этим ковид-диссидентам, да, они могут собраться, мы можем организовать экскурсию в ковидный госпиталь, который в настоящее время развернут. Развернут на 250 коек в настоящее время. И чтобы, так сказать, одев там, ну, пускай защитное там мундирование и пройдя, посмотря на тех людей, которые лежат там, так сказать, под кислородом, кто-то на инвазивной вентиляции, кто-то пока еще там не на инвазивной вентиляции, взглянут на все это. Мне кажется, вот после этой одной экскурсии, ровно вот сколько человек будет вот в этой команде, ровно настолько ковид-диссидентов и убавится. Потому что мы можем говорить, конечно, много, но вот такой вопрос лучше всего задавать тем людям, кто прошли через ковидный госпиталь. Вот они, наверное, как никто другой хорошо ответят о своих ощущениях, есть ли ковид, нет ли его. То есть это будет как раз вот тот рассказ от первого лица. Они, я думаю, многое могут рассказать, потому что когда видишь их глаза, когда они там лежат, да, и, так сказать, фраза порой звучит только одна. Да, это спасите мне жизнь. Наверное, в настоящее время только вакцинация есть тот единственный инструмент, который может предотвратить тяжелый исход заболеваний. К сожалению, вот тот период времени, который прошел с момента начала пандемии, он не позволил еще нашему научному сообществу найти то волшебное средство, которое бы купировало это заболевание и не доводило бы его до такого тяжелого летального исхода. Нет на сегодняшний день никакой волшебной таблетки. Не знаю, что будет заболевания, но на сегодняшний день его нет. Поэтому реально на сегодняшний день, кроме вакцинации, получения, так сказать, этой дозы вакцины и механизма выработки антител. Хотя мы говорим условно, вот, механизм выработки антител. На самом деле, это только одна из составляющих. Вторая составляющая, это еще есть такое понятие, как клеточный иммунитет, клеточная память. То есть, клетки тоже там запоминают, тренируются. Есть т-хелперы, суппрессоры, то есть, такие специфические клетки, которые... Слушайте, там целый мир. Ну, целый мир, конечно. Это мы утрировано все так поверхностно, вот, говорим об этом, да, чтобы хоть как-то вот люди нас понимали. Если на самом деле есть лезть туда глубже, это очень тонкие механизмы. Мы не можем так вот, ну, даже рассказывать об этом широко, нас просто мы будем не поняты. Нам скажут, вы на каком языке говорите? Лучше на кубышках. Совершенно верно. Пусть это будет вот более примитивно, может, где-то, но хоть как-то наглядно, да, чтобы, ну, хоть человек понимал, о чем идет речь. Вот заговорили о тонких материях и вообще о том, что организм – это такой, в общем-то, особый мир. Ну, в частности, то, что исчезает обоняние у человека и у всех на какой-то разный срок. И это очень беспокоит, потому что, ну, это действительно снижает качество жизни, да, качество восприятия этого мира. И вот у нас как раз вопрос по этому поводу. Работник потерял обоняние, утратил обоняние после того, как переболел коронавирусом, и вот оно все никак не возвращается к нему. Что делать? Что делать? Что делать? Может быть, какая-то реабилитация есть или вообще сколько ждать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что даже сам факт вот наличия этого симптома свидетельствует о поражении головного мозга вирусом, коронавирусом, да? То есть поражается не сам нос? Да нет, конечно, это поражается кора головного мозга, где заложены центры, которые, так сказать, отвечают за осязание. То есть... Отключаются. Совершенно верно. Там центр поражается вирусом, и человек, у него теряется это осязание. Когда восстановится, ну, это как повезет называется. Потому что мы же с вами с чего и начали говорить, что двух одинаковых людей нет, да? У кого-то этот процесс занимает меньше какой-то промежуток времени, у кого-то больше. Но здесь надо сказать, однозначно, во-первых, человек, перенесший коронавирусную инфекцию, должен, ну, порядка еще там два-два с половиной месяца принимать препараты, которые препятствуют свертыванию крови, да? Вернее, ну, так скажем, тромбообразованию. Ну, тоже ксорелта, да? Есть такой препарат, который антикоагулянт, и препятствует вот тромбообразованию. И, так скажем, это один из этапов реабилитации. Реабилитация – это очень в настоящее время актуальная часть, которой мы занимаемся. Мы – это медицинские работники. И в настоящее время в Саратовской области есть несколько центров, которые занимаются реабилитацией. После перенесенной коронавирусной инфекции – это и областная больница ветеранов войн, это и там санаторий в Октябрьском ущелье в Саратове. У нас здесь вот совсем недалеко тот же санаторий Светлана. То есть, если кто перенес тяжелую пневмонию, люди могут быть направлены на реабилитацию, где есть там специальные программы, где занимаются дыхательной гимнастикой, получают определенную специфическую терапию, которая позволяет им быстрее восстановиться. И здесь же надо сказать о еще одной составляющей – это диспансеризация людей, перенесших ковид. Она вот уже стартовала. Стартовала, совершенно верно. Это очень тоже такое масштабное мероприятие, которое подразумевает исследование ряда параметров того же Д-Демера, специфический такой параметр, который там отражает те же самые, так сказать, мы можем посмотреть, насколько у человека присутствует воспаление в организме и какова, так сказать, способность, вернее, склонность его к тромбообразованию. Ну, это нужно будет справку принести, что переболел коронавирусом? Ну, по большому счету, ничего приносить не надо. Вся информация о всех переболевших, она содержится в федеральном регистре. То есть доктор сам назначит именно такую расширенную диспансеризацию? Совершенно верно. Человек должен только подойти, мы посмотрим нахождение его в регистре, и мы проведем ряд исследований. То есть это будут там определенные пробы, исследования крови. При необходимости на втором этапе делаются и УЗИ сердца, и, так сказать, на такие вот расширенные исследования углублены для того, чтобы понять, насколько поражены органы и системы, и насколько уже восстановился тот или иной пациент. Поэтому все это сейчас в настоящее время работает, это набирает обороты, потому что количество переболевших возрастает, и с ними, конечно же, необходимо работать вот по реабилитации уже после перенесенного заболевания. Хорошо, такой вопрос. Ведь есть ряд людей, которые перенесли коронавирус, даже не зная об этом. А им же тоже нужна, наверное, будет такая диспансеризация. Как быть? Ну, не зная, как правило, если человек перенес это бессимптомно, ну, как правило, и больших изменений-то нет, самое нет. Тут, прежде всего, речь идет о тех людях, кто перенес тяжелые пневмонии с поражением, ну, они тяжелые от 40% и практически до 100%. Ну, у нас, к счастью, были случаи, когда, условно, 98-99 был объем поражения легких, и, так сказать, нам удавалось справляться с болезнью. Поэтому вот именно люди, кто перенес тяжелые заболевания, они должны в первую очередь у нас и реабилитироваться, и проходить диспансеризацию, чтобы мы вовремя выявляли какие-то отклонения. Потому что, опять, чем чреват коронавирус? Это отсроченными осложнениями. По статистике, которая на сегодняшний день нам вот в широком доступе имеется, до 30% переболевших коронавирусом средней тяжелой формы в течение ближайших трех месяцев возвращаются в стационар с осложнениями. И, так скажем, возникают осложнения, крайне тяжелые, в виде инфарктов, инсультов. То есть, человек вроде выздоровел, его выписали домой, проходит 2-2,5 месяца, и возникает тяжелое осложнение, которое заканчивается летально. То есть, это особенность коронавируса, вот эти отсроченные осложнения. Поэтому мы застряем в нем внимании всех, так сказать, о необходимости и реабилитации, и диспансеризации, чтобы люди эти были под наблюдением, чтобы мы могли вносить какие-то корректировки в те лекарственные препараты, которые он принимает, и вовремя отправлять на реабилитацию. Возможность такая есть. Сейчас начинается сезонная вакцинация от гриппа. Нас спрашивают, как быть, если в августе планируют сделать вакцину от COVID? Ну, смотрите, какая ситуация. Вакцины надо делать согласно своего какого-то индивидуального календаря прививок. Почему я говорю индивидуально? Потому что у каждого человека он может быть разный. Ну, возьмем вот предыдущий год. Я для себя там определил. Я конкретно. Я в сентябре делаю вакцину от гриппа, через месяц делаю вакцину от пневмококка. Чтобы был какой-то определенный промежуток, чтобы организму не давать высокую нагрузку на иммунную систему. Ну, приблизительно где-то вот такой календарь должен быть, наверное, у каждого. Каждый человек должен спланировать, в какое время он сделает прививку от коронавируса и в какое время он сделает прививку от того же гриппа. Поэтому здесь уже дело вкуса. Но мое убеждение, чем раньше сделаешь прививку от коронавируса, так сказать, тем лучше. А потом уже ближе туда к осени можно сделать прививку от гриппа. Чтобы к, так сказать, тому эпидемиологическому сезону, который обычно бывает. Быть готовым. Осенью, совершенно верно. Быть уже готовым ко всем инфекциям, которые могут протекать в это время. Вот еще такой вопрос. Мы сидим с вами уже минут сорок, жутко неудобно в маске. И особенно еще неприятно то, что я вакцинирована. А мне все равно приходится в маске ходить. Вот почему? Такой вот вопль возмущения. Скажите, почему мы это все делаем? Вот смотрите, мы с вами тоже уже этот момент затрагивали. Это ровно касается того момента, когда мы сказали, что у нас у каждого, допустим, вакцинированного, есть какое-то количество антител. Как мы говорили, контрагент или, так сказать, вирус, он может поступать в различные дозировки. То есть это то понятие вирусная нагрузка. Если у вас есть антитела, поступает вирус. Вот эта борьба антител и вируса, она растягивается на определенное время. В это время вирус присутствует в организме, но заболевание в полной мере не развивается. Но человек может представлять опасность в плане инфицирования. То есть он еще не заболел. Может и не заболеет. Таким образом мы проявляем вежливое отношение, заботу по отношению. Совершенно верно. Это забота о ближнем. Потому что действительно маска это тот первичный инструмент, который позволяет значительно снизить распространение этого коронавируса в плане ограничений. Когда мы говорим, в любом случае слюна может, так сказать, распыляться. Вместе с ней может вирусная частица путешествовать. Поэтому, чтобы прервать этот путь, очень хорошая эта масочка. Поэтому, ну, где-то может вот не совсем эстетично, хотя мы уже привыкли вот. Уже привыкли. Ну, наверное, да, за полтора года. Уже это не шокирует, как первые, так сказать, дни. Воспринимаем это уже более так вот как-то обыденно. Поэтому ничего в этом абсолютно не то, что нет плохого, а это забота о том человеке, с кем общаешься. Поэтому, когда мы приходим в какое-то общественное место, мы должны помнить социальная дистанция и маска. Это гарантия того, что этот вот зловредный индийский штамм, дельта-штамм, ну, не будет так сильно распространяться. Есть такая интересная история, даже, можно сказать, анекдот, когда жители скандинавских стран были очень сильно возмущены, что теперь дистанция полтора метра, так близко друг к другу, их еще никто не заставлял находиться. Что бы вы хотели сказать напоследок нашим зрителям? В общем-то, у нас ряд вопросов закончился. Что бы давайте резюмировать? Ну, давайте. Я хочу сказать, что, наверное, вывод-то мы все должны один делать, что прежде всего надо руководствоваться здравым смыслом и нашей логикой, и тем опытом, который мы уже приобрели, вот живя полтора года, по сути, в этой пандемии. Нам весь этот здравый смысл говорит, и наша логика о том, что, в принципе, вариантов нашего существования не так много. И один из этих вариантов – это своевременная вакцинация. Как я уже сказал, никакой волшебной таблетки нет. Чем раньше мы пройдем эту процедуру, тем более мы обезопасим окружающих и себя от, так скажем, воздействия вот этого патогена. И, как мы уже с вами говорили, очень важен временной период. Если мы растягиваем эту процедуру во времени, мы даем шансу обвыкнуться, мутировать и видоизмениться. Поэтому мы должны о всем этом помнить и принимать правильные, разумные решения. Тогда, я думаю, мы пройдем через эту ситуацию, через пандемию, мы снимем эти маски, мы вернемся к нормальной нашей жизни, в которой мы жили на протяжении поколений. Будем смотреть на себя друг на друга без всякого страха, без вопроса, а у тебя каков титр антител. При знакомстве будем задавать друг другу другим. Совершенно верно, абсолютно точно. Вернемся к нормальной нашей обычной жизни. Александр Юрьевич, огромное спасибо вам за подробные, а главное, очень понятные ответы на все наши вопросы. Мы желаем вам здоровья и, конечно, я желаю здоровья всем нашим зрителям.